Люди довольно слабые животные. Если вы отрежете палец, вы не получите его обратно, если только рядом не окажется команда высококвалифицированных хирургов и больница. Даже в этом случае вы не сможете полностью контролировать его. Но что если бы вы могли восстановить потерянные части тела? Конечно, до некоторой степени мы исцеляемся от ран, но наши ничтожные человеческие тела ничто по сравнению с некоторыми животными. Вот 10 животных, способных регенерировать свое тело. Морской слизень Морские слизни намного интереснее, чем следуют из их названия. Помимо того, что они живут в море, они обладают множеством талантов. Некоторые морские слизни могут защитить себя, воруя у медуз жалящие клетки и повторно используя их. Некоторые могут выбросить чернила или слизь, чтобы отпугнуть злоумышленников, а есть тех, кто лишает себя головы. Элизия маржанатта – это морской слизень, который не думает о потере головы, а точнее всего тела. Обычно этот морской слизень питается водорослями. Вместо того, чтобы просто поглощать все питательные вещества, слизням удается использовать хлоропласты водорослей и включать их в свое тело. Но будучи слизнями, они относительно беззащитны для множества других животных, включая паразитов. Когда слизень обнаруживает, что его тело повреждено паразитами, он может ампутировать себе голову. Лишив себя головы, голова начинает ползать и продолжать питаться. Со временем слизняк регенерирует совершенно новое тело. Остальное тело не умирает сразу, а его сердце продолжает биться, но ему никогда не удастся вырастить новую собственную голову. Морские огурцы Морские огурцы могут выглядеть как слизни и жить в море, но они не имеют отношения к морским слизням. Эти животные обычно перемещаются по дну океана, собирая органические вещества, опускающиеся сверху. Будучи ничем иным, как трубочки из плоти, они могут быть легкой добычей для других животных, но у них есть одна из самых необычных защит в природе. Когда морскому огурцу угрожает опасность, он может вытолкнуть свои собственные органы, создавая липкую массу, которая отпугивает хищника в процессе, называемом «потрошение». Однако эта защита приносит проблемы. После того, как их органы вынуты, морские огурцы не могут вернуть их обратно. Если морской огурец хочет выжить, он должен вырастить совершенно новый набор, и они могут сделать это всего за одну пять недель. Независимо от того, вытолкнул ли морской огурец свои органы изо рта или заднюю часть, он начинает отращивать совершенно новый пищеварительный тракт с обоих концов, пока в конечном итоге он не встретится в середине организма. Пройдя через все эти усилия, морскому огурцу, возможно, придется проделать все это снова, если ему будет угрожать опасность, и он снова выкинет свои внутренности наружу. Планарии Для большинства животных разрезание пополам – это серьезная проблема. Однако планарии просто не обращают на это внимания, если они оказались одной из половин. Если планарию разрезать пополам, в итоге получится два генетически идентичных червя, которые после недели регенерации будут ничем не хуже оригинала. Планарии – довольно простые плоские черви, обитающие в воде. Отчасти из-за их простоты их можно успешно разрезать и регенерировать. Даже не важно, разрезаете ли вы их посередине или от конца, в целом у вас все равно останутся счастливые черви. Их даже можно разрезать несколько раз. Всего лишь одна 279 часть червя может дать совершенно нового червя. Настоящий секрет способности червей к регенерации кроется во взрослых стволовых клетках, которые составляют 20% их тела. Эти клетки сохраняют способность образовывать всевозможные новые ткани на протяжении жизненного цикла червя, поэтому они могут заменить все, что было потеряно, даже мозг. Новый мозг разрезанных планарий представляет интерес для многих исследователей. В планарии можно научить реагировать на определенные стимулы и, кажется, они способны запоминать эту тренировку, даже после того, как мозг усвоил ее и был отрезан. Иглистые мыши Млекопитающие не славятся своей способностью к регенерации. После ранения они заживают медленно и часто с образованием рубцовой ткани. Однако одна группа мышей из Африки, похоже, разработала способ избежать образования рубцов. Иглистые мыши – относительно маленькие и хрупкие существа. Жесткие волосы на их шерсти могут отпугнуть некоторых хищников, но не всех. Когда их схватил хищник, они демонстрируют свой особый талант. У них кожа легко рвется и сразу же после удерживания автоматически отслаивается. Хищник остается с полным ртом меха и кожи, а мышь убегает, чтобы прожить еще один день. У сбежавшей мыши может отсутствовать большую часть кожи, но за относительно короткий период у нее отрастает она, включая волосяные фолликулы, потовые железы и другие части, которые часто разрушаются при рубцевании. Ученые надеются, что генетические пути, используемые иглистыми мышами для регенерации тканей, в какой-то момент могут быть активированы и у людей. Губки. Немногим животным понравится, когда их проталкивают через сито или помещают в блендер, но для губок это просто еще один день в лаборатории. Морские губки – одни из самых простых животных на планете. У них нет кровеносной, нервной и пищеварительной систем. Их клетки в значительной степени не дифференцированы и могут превращаться в несколько типов течения жизни. Но у губок есть одна большая хитрость, позволяющая им хорошо процветать. Если разрубить губку на отдельные клетки, клетки снова начнут слепаться. Если группы клеток имеют правильный состав, они смогут вырасти полноценную губку. Если вы порубите 2 губки и смешаете их клетки, тогда клетки каждого индивидуума смогут обнаружить свои собственные и разделиться сами по себе. Эта способность регенерировать из осколков полезна в океане, где от губки под воздействием волн могут отломаться кусочки. При этом небольшие кусочки может отнести к новым местам обитания и там можно будет устроить новое поселение. Ящерицы. Аутотомия – это процесс, при котором животные ампутируют одну из своих частей тела. Это делается часто, чтобы помочь животному сбежать от хищника. И один из самых известных и немного ужасных примеров – это ящерицы, сбрасывающие свои хвосты. Ящерицы – охотники, поэтому им приходится выходить на поиски своей добычи. Но это, в свою очередь, подвергает их опасности оказаться на пути других хищников. Если ящерицу схватили за голову или тело, то они мало что могут сделать, чтобы сбежать. Но если хищник кусает за хвост, у ящерицы может появиться шанс. У многих есть определенные слабые места в хвосте, которые можно ослабить, сократив мышцы. Это отделяет хвост, позвонки и все остальное. Затем хвост отваливается, давая ящерице шанс сбежать. Некоторые ампутированные хвосты продолжают изгибаться, чтобы отвлечь нападающего. Ящерица, которая выжила после потери хвоста, в течение нескольких месяцев может отрастить еще один хвост. Этот новый хвост часто отличается оригинала тем, что отделившиеся кости не вырастают заново, а заменяются хрящами. Рогатое животное У некоторых видов млекопитающих, таких как олени и лоси, вырастают впечатляющие пары рогов. Они могут служить разным целям. Самцы отращивают рога, чтобы помочь им бороться с соперниками за право спариваться с самками. Но их также можно использовать для борьбы с хищниками и со скребанием снега, чтобы добыть пищу. Но многие люди не осознают, что большинство рогов отрастает каждый год и это кровавое дело. Весной самцы елени сбрасывают старые рога и начинают отращивать новые. Новые рога вырастают из костных выступов на черепе и могут невероятно быстро расти. Новые рога покрыты мягким мехом, известным как бархат. Внутри этого бархата находятся кровеносные сосуды, которые питают растущие рога необходимыми питательными веществами. После роста хрящ рогов заменяется костью, а бархат отваливается кровавой массой. Похоже, что способность полностью регенерировать рога после сбрасывания обусловлена типом взрослых стволовых клеток, которые обычно не присутствуют у млекопитающих. Морская звезда Морские звезды – сложные животные с относительно простой формой тела. Большинство из них имеют центральный диск с пятью или более лучами, исходящими от него. Под лучами находится множество трубчатых ножек, которые позволяют морским звездам перемещаться и искать пищу. Однако, лучи морской звезды довольно хрупкие и могут быть повреждены или оторваны. Затем происходит то, что у морской звезды вырастает новая конечность или из отрубленного луча вырастает новая морская звезда. Если отделенный луч содержит хотя бы часть центрального диска, то, скорее всего, из него вырастет новое тело. В большинстве случаев в результате нападения морская звезда теряет один луч. Иногда звезда отрывает себе луч, пытаясь спастись. Если оторвать его, то, скорее всего, он унесет с собой часть центрального диска. Если хищник не съест луч, ампутированный луч уползет, чтобы попытаться прожить еще один день со своим новым телом. Иногда морская звезда может решить размножаться бесполым путем. Тогда она разобьется пополам. Каждая половина отрастит недостающие конечности и две копии разойдутся. Гидра. Гидры – это крохотные водные организмы с простой структурой. У них есть голова с жалящими щупальцами и ступня, которая может прикреплять их к твердым предметам. Они живут, захватывая добычу щупальцами и загоняя ее в живот. Как только их пища переваривается, гидры выталкивают остатки изо рта, потому что у них нет ануса. Возможно, это не похоже на жизнь, но гидра, похоже, извлекает из этого максимум пользы. Они вполне могут быть бессмертными. Если вы возьмете гидру и разрежете ее пополам, каждая половина превратится в гидру меньшего размера. Если разрезать их на множество фрагментов, у вас может получиться много гидр. Это потому, что большая часть гидры состоит из стволовых клеток, каждая из которых способна вырасти совершенно новую гидру. Пока части белкового скелета гидры выживают при разрезании, организм может полностью обновиться. Стволовые клетки гидры также объясняют их бессмертие. На протяжении всей жизни их стволовые клетки пополняются. Пока гидра находится в хорошей и безопасной среде, она никогда не состарится. Аксолотль Регенерация – это уловка, обычно используемая многими мелкими организмами. Но у позвоночных она встречается гораздо реже. Но один организм, аксолотль, в совершенстве владеет ею. Эти земноводные могут отращивать целые конечности, исцелять спиной мозг, регенерировать хвосты, части сердца и глаз. Их фантастические способности к регенерации сделали их топовым организмом для ученых. Когда некоторые организмы восстанавливают часть своего тела, замена не так хороша, как и оригинал. У аксолотлей регенерированная ткань неотличима от оригинала. Они могут делать это, взяв зрелые ткани, такие как кровь и мышцы, вокруг точки ампутации, превратить в недифференцированные клетки, похожие на стволовые. Затем стволовые клетки растут так, как если бы они развивались у новорожденного аксолотля. И они могут делать это сколько угодно раз. Если вы были достаточно садистским исследователем, вы могли бы продолжать отрезать ногу аксолотлю вечно, и она всегда отрастала бы. Одна вещь, которую аксолотли не могут восстанавливать, это их естественная среда обитания. Сейчас они встречаются лишь в нескольких местах недалеко от Мехико. Вот такой удивительный список у нас получился из животных с регенерацией. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок